Сейчас активно обсуждается тема пыток в российских тюрьмах и я хочу поделиться с вами своим мнением насчет того, почему пытки неизбежны и почему это все будет продолжаться, к сожалению. Начну с фразы французского философа о том, что другие это ад. Джиту Кришнамурти писал о том, что это прекрасно быть одному. Быть одному не значит быть одиноким. Это означает, что ваше сознание не подвержено влиянию и загрязнению или разложению со стороны общества. То есть общество действует разлагающе на человека, на личность. Оно портит сознание. Мы с вами знаем, что дети, как только они более или менее созревают, что начинается? Начинается травля, начинается деление на своих и чужих и травля в школе. Кто этим занимается? Подростки. И учителя прекрасно знают, какого ребенка травят, но они ничего поделать с этим не могут и не хотят. Вот. Дальше. Я в своей книге «Психологический социализм и любите своих крокодилов», которую мы вместе с доктором Куком написали, вот у меня здесь есть глава «Тюремная атмосфера в стране. Причина жестокости». И я здесь рассказываю про Стэнфордский эксперимент, в ходе которого было доказано, что причина жестокости кроется не в человеке, а в его окружении. То есть сам по себе. Каждый хороший, нормальный. Но когда люди собираются вместе, окружают себя другими людьми, начинается жестокость, начинаются проблемы. Люди, которые до эксперимента характеризовались как эмоционально устойчивые и законопослушные, в ходе опыта превращались в охранников-садистов и испытывали удовольствие от того, что мучили заключенных. То есть в зверствах, о которых с удовольствием пишет пресса, находящиеся под контролем государственных органов, виновата эта самая система и политическая обстановка в целом. Вот что происходит. И более того, ведь люди получали удовольствие от этих зверств. То же самое. Стремление к удовольствиям, оно тоже заложено в человеческой природе и по сути садисты, а в эту систему идут люди с садистическими наклонностями, поэтому там и пытки происходят. Дальше. Мы знаем, да, кроме того, почему пытки еще? Значит, комплекс жертвы. Когда у человека комплекс жертвы есть, он жертва. Жертва будет притягивать к себе насильника. Мазахист будет притягивать к себе садиста. И это закон. И, соответственно, люди подавленные, они притягивают к себе таких вот насильников. Замкнутость. Замкнутость. Смотрите, очень тесные помещения. Люди не остаются там одни совсем. Они постоянно варятся в этом котле, общаются друг с другом. И, конечно, вот это замкнутое пространство, отсутствие возможности быть одному, оно как раз тоже вызывает эту неудовлетворенность, это раздражение, которое возникает, невольно возникает, когда люди вместе все время проводят. Вот. И сбежать-то они оттуда не могут. Правильно же? Вот. Отношения в семье тоже. Если люди замыкаются друг на друге, муж и жена, да, то они начинают друг друга мучить. Поэтому у каждого, у мужа и у жены должна быть своя жизнь. Семейная жизнь это часть жизни, но это не вся жизнь. Поэтому должна быть своя жизнь, свое увлечение, хобби, круг общения, друзья, работа и так далее. Только тогда можно сохранить здоровые отношения в семье. Власть авторитета. Власть авторитета. Дегуманизация, да, тюрьма. Это уже на человека навешивается ярлык преступника, недочеловека, получеловека, нечеловека даже, да. И что? Власть авторитета. Все это способствует насилию и пыткам, издевательствам над людьми. И, конечно же, это еще и вот ситуация тюрьмы, она лишает человека достоинства. Ему отказывают в его человеческом достоинстве и праве на достойную жизнь. Поэтому пытки. Власть авторитета. Дегуманизация и лишение человеческого достоинства. Дальше. Желание доминировать. Естественно, это в природе человека. Эго. Оно там есть. И люди, именно люди с эго попадают в тюрьмы. Все. Начинается выстраивание иерархии. Системы власти и подчинения. Доминирование и подавление. Ну, кто рад другим? Вот. Даже в обычной жизни. Почему люди так мало улыбаются? Потому что они не рады видеть друг друга. А кто улыбается, кто рад другим? Люди с синдромом Дауна. Эти люди, да, радуют. Но у них отсутствует определенное, определенное, ну, критическое мышление, отношения и так далее, да. Вот. Поэтому. Или дети, которые еще не развиты, да. Еще не развито сознание у них. Наконец. Люди не хотят быть поддерживающей средой. Я все время говорю и пишу об этом тоже. И в книге, и в статьях своих. О том, что счастливое общество и здоровое общество, это общество, поддерживающая, да, поддерживающая среда. Его нет. И, ну, даже можно судить по нашему каналу. Вот. Давайте посмотрим, сколько у нас просмотров. Сколько зрителей уникальных, да. Есть статистика. Много, миллионы людей нас уже посмотрели, да. Сколько людей пожаловались, оставили комментарии, жалобные панели, да. Вот. Огромное количество такого рода комментариев. Или там озлобленных еще каких-то, да. Вот этих критиканов, недовольных жизнью, да. И давайте посмотрим, а сколько людей поддержали финансово наш канал. И это несоизмеримые цифры. В миллионы раз меньше. В миллионы раз меньше. Вот вам, пожалуйста, отношения. Мы смотрим, учимся, выражаем там свои чувства, эмоции. Нам это нравится, мы развиваем, но мы не поддерживаем. И опять, эгоизм, опять, каждый думает только о себе. И поэтому, какая здесь может быть благодарность, да. Нет у людей благодарности, а мы знаем с вами, что чувство благодарности, это условие радости, это условие счастья. Когда я с благодарностью отношусь к ситуации, к человеку, то мне хорошо, я рад. А сколько у нас, умеем ли мы благодарить? Нет, не умеем. Умеем ли мы поступки совершать? Нет, не умеем. Наша проблема вся, многие проблемы от того, что мы не совершаем поступки, мы не действуем, мы не занимаем активную жизненную позицию и так далее. Дальше, посмотрите, вот есть такой страх, очень распространенный страх, о котором я снял не один видеоролик, это страх людского суда или оценочная зависимость, да. Какая-нибудь там баба-истеричка от лица всех будет кого-то пытаться загнобить, да, доказывая, что кто-то ей там что-то напортил, перешел дорогу, плохо воспитан, неправильно себя ведет и так далее. То есть, понимаете, вместо того, чтобы понять, разобраться в ситуации, поговорить с человеком, проанализировать себя в первую очередь, потому что мы знаем, что люди для нас это зеркала, и если что-то с тобой случилось, что-то в твоей жизни идет не так, то причину ищи в себе. Нет, они не ищут. И что происходит? Пытаются уничтожить репутацию, навесить ярлыки, самоутвердиться, ищут виноватых, обвиняют постоянно. Как жить в таком обществе? В таком обществе жить невозможно. Это баба, например, да, или вот такие бабы-люди. Это и есть ад, в котором мы живем, и поэтому... И очень много еще. Зависимостное положение. Ну, мы знаем в семьях, почему необходимо учить девочек тому, чтобы они умели себе зарабатывать на жизни, чтобы они были финансово независимыми от мужчин. Любые зависимостные отношения порождают насилие, будь то психологическое. Мы знаем, кстати, психологическое насилие не менее ужасно, чем для кого-то, чем физическое. Все ведь индивидуально, правильно? Вот. Насилие молчанием и, скажем, фирма. Вот вы, допустим, работаете на кого-то, да. Вот сейчас, если бы не приход там конкурента, то магазин не поднял бы зарплату своим работникам. И они поднимают зарплату не потому, что они заботятся о работниках, а потому, чтобы они не сбежали к конкуренту на работу в другую фирму. Поэтому это касается всех наемных работников. Они зависимы от работодателя. И работодатель, я уже об этом много говорил, первое, на чем будет экономить, это на зарплате. И, второе, он будет выжимать все из человека, доводя его до госпитализации, потому что есть рынок труда, и потом он сможет просто, ну, освободиться место, человек уйдет там, да, потому что не может больше выдерживать этого, вот этих пыточных условий. И он найдет другого человека и так и будет менять бесконечно, как перчатки работников. Ну, обучит, это все быстро, дешево и дальше будет эксплуатировать. Так что мы это видим, и государство никак не защищает людей. Даже стандарты, которые прописаны в законах, они не соблюдаются многими. И ничего с этим. Люди в пыточных условиях, где недостаточная освещенность, где перегрузки, где недостаточно перерывов и так далее. Где вот это постоянное стресс, напряжение. Никто ничего с этим сделать не может. И люди соглашаются на это. Поэтому все общество, вся наша жизнь социальная, я имею ввиду, она способствует тому, чтобы существовали пытки, чтобы существовало насилие, чтобы люди мучились. Поэтому единственный выход, это больше времени проводить наедине с собой, ограничить социальные контакты. И, конечно, пересмотреть систему, вот, исправительную систему, да. Я знаю, что в некоторых странах, допустим, людей помещают на остров, откуда они не могут сбежать. Вот, и там, в общем, им предоставляется свобода. Жить отдельно в доме, в своем делать то, что хочешь учиться, развиваться. И они учатся, там, они вузы заканчивают. Вот это гуманный подход. То есть, задуматься, пытки должны нас всех заставить задуматься о том, что надо изменить в обществе, кардинально, потому что, радикально, потому что пытки, это сами, сами по себе, это уже экстремальные вещи. По сути, это терроризм, узаконенный терроризм, да, пытки. Вот, так что, вот, такое мое выступление и мнение о том, что происходит сейчас и как можно, в общем-то, ну, решить эту проблему.